Условно, нужно будет найти возможность и нашим командам. Не знаю я про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединённых Штатов ведёт себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удаётся так более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений. А там есть о чём поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня. Было-то всего 28 миллиардов, стало 20 миллиардов. Это ноль, считай, для таких стран, как Соединённые Штаты и Россия, это почти ноль. Поэтому нам, безусловно, нужно будет всё-таки найти возможность и нашим командам, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений. Но, повторяю ещё раз, воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы с Китаем, имея в виду и наши планы. В общем и целом, всё, что хотели, мы обсудили. В основном-то говорили о чём? А говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТС. Говорили о том, как использовать те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей. Простёт и среднесрочные отношения между Россией и Соединёнными Штатами пока не вышли из состояния кризиса. Мы, как вы знаете, я часто и много говорю об этом, мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ Соединённых Штатов, и народ Российской Федерации. Думать о том, чтобы наполнить конкретным, серьёзным содержанием наши экономические связи. Ведь, вы смотрите, на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге американские компании были представлены самым большим числом. Больше всего на экономическом форуме в Петербурге было американских компаний. Все хотят работать в России, рабов Южно-Курильской гряды, для вашего места займут конкуренты. Это неизбежно в современном мире. Но мы хотим, чтобы у нас были гармоничные отношения с Соединёнными Штатами, не только в области экономики, но и в сфере обеспечения безопасности актуальном. Потому что необходимо… То, что нам удаётся всё-таки даже в этих условиях хоть о чём-то договариваться, в данном случае я имею в виду заявление по Сирии, уже хорошо. Но этого мало в подготовке этого документа. Встреча отдельная. Во-первых, это связано было с графиком работы господина Трампа и с моим графиком, и с определёнными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Но будут наказаны за это. Здесь всё сразу не расскажешь. Но это было очень полезно.